СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ И с ним устраиваем увлекательную, надеюсь, беседу. Ну, мы ведь не только, мы еще своих интересных людей приглашаем. Главное, чтобы они были интересны, знали хорошо тему, были профессиональными, хорошими людьми, да? Давайте сразу же представлять наших гостей. С вашего позволения, с основной, наверное, гостью, как раз-таки, да, приехавшей к нам в город впервые. Великолепной красоты девушка, сразу надо сказать. Не умаляя достоинств еще одной девушки, которая присутствует в нашей студии. Чок Кюзель. Давайте представим. Да, сегодня в нашей передаче участвует на Айпшабнам Паша Газы, журналистка телеканала Дуния ТВ, город Баку, ведущая программы Вятаним Азербайджан, что буквально переводится «Моя родина Азербайджан». Все верно. Добрый день. Салам алейкум. Азиз Алиевич сегодня будет выступать еще в роли переводчика. Да, я буду сегодня в роли переводчика, потому что наша основная гостья, к сожалению, не очень хорошо говорит по-русски. Стесняется. Да, стесняется того, как она говорит. Но это, я думаю, что придаст еще такого шарма нашей передаче, да, когда мы... Да. Я буду все время на синхронном переводе. Настоящую азербайджанскую речь мы сегодня будем слышать. Еще раз добрый день. Здравствуйте. О, шердик. Да. Не менее прекрасные наши гости. Роксана Бабаева, главный редактор портала Айкиров. Все верно. Здравствуйте. Добрый день. Почему Роксана здесь присутствует? Потому что, ну, Роксана этническая азербайджанка. Ну, не совсем, но да. Ну, по крайней мере, до передачи мне именно... Ну, практически. Ну, потом поговорим об этом. Да, и у нас в студии Эльнур Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджан, член Общественной палаты Кировской области. Добрый день. Добрый день. Ну, поскольку у нас тут практически такой журналистский состав, да? Да. И мы заявляем тему сугубо журналистскую. Роль журналиста в укреплении межнациональных отношений. Да. Имеет право на существование именно вот такая формулировка, да? Конечно. Прежде всего, я всех приветствую и извиняюсь, что я не говорю по-русски. Да, ладно. Поэтому буду говорить по-азербайджански. Поближе микрофона здесь ходили, да? Да. Угу. Продолжайте. Спасибо, потому что пригласили. Благодарю вас. И от имени азербайджанского народа приветствую весь российский, русский народ. Как почетно находиться сейчас на этом месте. Да. Расскажите. Да. Расскажите, пожалуйста, о том, что за телеканал, на котором вы работаете, Дуния ТВ, город Баку, что за программа. Продолжайте. Мы увидели доброту и гостеприимство российского народа. 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 Мы увидели доброту и гостеприимство. Мы увидели доброту и гостеприимство российского народа. Мы увидели доброту и гостеприимство российского народа. Мы увидели доброту и гостеприимство российского народа. Мы увидели доброту и гостеприимство. Мы увидели доброту и гостеприимство российского народа. Мы увидели доброту и гостеприимство. Мы увидели доброту и гостеприимство. Например, в Азербайджане есть центр российской информации и культуры. И есть российский русский драматический театр. Он действительно популярный в Азербайджане и в Баку. Там никогда не бывает билетов. Если вы приедете в Баку и попробуете за это время попасть. Это я комментирую. Попасть в этот театр вам не попасть будет. Я к Роксане хочу обратиться. Роксана, как коллега, оцените глубину теоретических знаний нашей коллеги из Баку. Ну это хорошо. Шабнам Ханым довольно молодая девушка. Вот смотрите, какие вещи. В 90-е годы мы ушли. Ну 90-е не так далеки, как кажется мне. Нет? 90-е это... Ну, далековато. Не сказал. Почти 20 лет. Вот бы нам такое счастье, некую программу на уровне правительства области, чтобы нас отправляли в другие регионы. И мы изучали, как там живут выходцы из Кировской области. Не только из Кировской области. Не только из России. Из России, да. Шабнам Ханым, вот эта деятельность ваша, да, вы ездите, снимаете сюжеты, она вот в рамках соглашения, да, международского России из Юриджана. Это отдельная программа какая-то в рамках государства. Бура, кельмей вы, 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 вы. Нет, конечно же, как мы говорили, что Азербайджан Республикасы и Рус Федерасия, Азербайджан и Руси миллеты и Руси миллеты есть очень жестокие отношения в отношениях. В этом случае, конечно, мы должны быть в этом случае. Существует дружба между Азербайджанским и Русским народом и наши государства создает условия для того, чтобы мы могли приехать. Существует дружба, Ильхам Алиев, для того чтобы они могли приехать, ездить. Их придется здесь поддерживать государством и, конечно, это их собственное желание, инициатива приехать и снимать. Роксан, тоже можете задавать вопросы наших коллег. Как журналист? Да. Как журналист? Конечно. Я еще послушаю, еще задам. Я просто не могу сегодня задавать вопросы, а я в основном нахожусь в качестве переводчика. Цель вашего приезда в Киров, где побывали, что отсняли. Я-то знаю, частично, хочется, чтобы вы рассказали об этом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы очень рады, что мы с многими государствами, деятельами, интеллигенцией. Мы очень рады с некоторыми общаться здесь. Мы очень рады с некоторыми журналистами. Мы очень рады с некоторыми журналистами. Моей деятельностью является интеграция российских, приезжающих на территорию России в Кировскую область студентов, российского общества. И у нас заключено соглашение между нашим благотворительным фондом Азербайджаном, а сотрудничеством Министерства образования Азербайджанской республики и Министерства спорта. Мы с ними очень тесно работаем в рамках Росмолодежи, Россотрудничества. И как раз по программе Росотрудничества у нас уже в Кировской области практически обучается в пределах примерно около пяти студентов. В рамках Росотрудничества мы в этом году еще 10 студентов переводим в Кировскую область, троих в Медакадемию. И остальные наш опорный вуз в ВИАДГУ будут учиться. Вот и как раз и журналистам мы практически, я часто бываю в Азербайджане, вот их пригласил. И в прошлом году они к нам приезжали. И в этом году как раз из Азербайджана, благодаря послу Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации Пуллада Булаглы, мы в Москве с ним встречались на дне Демократии Азербайджана 28 мая. И как раз о нашем прекрасном празднике я сказал, фестивале национальных культур и парад дружбы народов. Ну и из Москвы переехали, нас снимали по телевизию Азербайджана, из телевизии Азербайджана, интернациональной телевизии Азербайджана. Практически целую полномасштабную программу сняли в пределах 30 минут. И наш в РИО губернатор Игол Валерий Дмитриевич тоже очень такую активную позицию там занял, интервью дал нашему телеканалу из Азербайджана, очень такую позитивную. И тем более еще услышали, когда он приглашал из Азербайджана студентов учиться на территории Российской Федерации, именно в Кировскую область, я думаю, что и там услышали. И как раз и вот они переехали снимать нас, убедиться, что на самом деле здесь мы готовы перенять их, и здесь мы всяческую поддержку готовы, поддержать их, оказать всяческую поддержку, для того, чтобы и Азербайджан, и Российская Федерация, именно Кировская область, город Киров, были такими побратимыми городами. Сами знаете, что Гянджа, бывший город Кировобад, связывается именно с Кировом. Вот я думаю, что в будущем году заключить такое соглашение побратимое, и даже наши, скажем так, начинания продолжать, и не только на территории Кировской области, а также наши журналисты, как Шабнем Ханым сказала, что вы поехали в Азербайджан, они готовы их там встретить, и мы тоже готовы содействовать для того, чтобы поехали наши блогеры, журналисты в Азербайджане, как бы как раз посмотрели, как живет русскоязычное население на территории Азербайджана. Потому что хочу подчеркнуть, что в Азербайджане до сих пор по инициативе Гейдара Алиева, Алирза Аглы покойного, до сих пор сохранены колхозы, совхозы. Люди туда как едут смотреть на экскурсию, им интересно. И как раз мы уже забыли Советский Союз, а там уже в Азербайджане, Ивановском районе, как бы есть Ивановка, и в Азербайджанском районе есть Ивановка. Там колхозы имени Ленина, по-моему, еще остались. Да, имени Ленина, есть Сидировка, в Геодобайском районе до сих пор там люди живут, и колхозы, там совхозы по этим направлениям двигаются. И нам вот тоже, мне самому очень интересно было там поехать, посмотреть, как люди живут на самом деле себя чувствовать в Советском Союзе. Даже заходишь в ворота, там написано колхоз имени Ленина, очень интересно. Так что я думаю, что вот мы этот мостик построим хороший. У нас есть Роксана наша любимая, землячка. Роксана, как вы помогаете наводить мосты? Вот, начинаем. Начинаем все. Начинаем все. В самом еще начале этой работы. Ну, следующий вопрос хочу задать в духе нашей радиостанции. Мы же тут зачастую скептически к чему-то. Да, да, да. Легически. Шабнам Ханым, вы приезжаете в города, общаетесь, снимаете сюжеты. Вот такая хорошая такая картинка. А может быть, потом начинают подходить. Вот не все так хорошо. Тут нас вот обижают, притесняют. Вы там передаете на родине, что не все так хорошо. Вы там передаете на родине, что не все так хорошо. И более того, они получают поддержку, когда строят бизнес и свои дела. И наши земляки здесь, они очень активны в своей деятельности здесь. За это время никто ни разу не пожаловался из наших земляков, что ему тяжело здесь жить. А возможно, какие-то спорные, такие неоднозначные ситуации удавалось решить в подготовке сюжетов? Какая-то проблема? Можно я отвечу? Буквально недавно мы сюжет делали, как раз у нас молодежь собирали. И там такой вопрос возник, что некоторые говорят, мы заканчиваем, они здесь выросли. И они здесь... Азербайджанская молодежь. Азербайджанская молодежь, да, они здесь ведут оседлую область жизни. Вот многие там... Ну, не многие, там несколько человек, что вот уже окончили академию или университет и не могут строиться на работу. Какой-то есть барьер, допустим. Вот об этом как раз мы обсуждали, что... И я им пообещал этот вопрос уже на уровне правительства. Будем решать, почему, с чем связано. То есть ребята горят желанием. Да, горят. Специалисты уже инвалированы. Такие, знаете, и бывают проблемы. Я вот... Можно я тут скажу? Пожалуйста. Я когда закончил университет, значит, и приехал в Кировскую область. А, Лизарич, уже бы она себя испытала. Да, но это был Советский Союз, это была не Россия. Потом уже, когда уже все узнали, чего там, вопросов никак. Главное, чтобы тебя узнали сначала. Вот когда я закончил университет, я пытался устроиться... У меня в дипломе написано, филолог, преподаватель русского языка и литературы. Я пытался устроиться. Но вроде как с внешностью... Я пришел в одно место, потому что там писали, что вот потребность есть. Вы в школу приезжали? В школу? Да, 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 да. В школу. У меня сказали, посмотрели, нет, нет, нет. Потом в другую, нет, нет, нет. Я уже пришел тогда, когда закончил, в Посеговскую сельскую школу устроиться. Ну, пришел уже там, вакансия была, пионер-вожатый. Но надо было работать. Я пришел туда устроиться. Мне там единственное, чего директор честно тогда сказала. А как к вам дети будут обращаться? Азизага, лягушат, углы? Это то, что в паспорте написано. То есть, в принципе, такие проблемы, конечно, существуют. Но они же преодолимы. Но они чисто психологические. Они же преодолимы. Вот там щелчок, щелчок. Просто перещелкать нужно. Да, да, да. Потому что, ну, я скажу, что не хуже говорю по-русски, чем... А даже лучше иногда. Да, так сказать, большинство живущих на рядке. Поэтому, да. У нас такие проблемы существуют. Мы их стараемся решать. Я думаю, что это как бы не совсем основные какие-то там, знаете, проблемы, которые сейчас в обществе. Это барьеры, их надо снимать. Ну, вот, да. Я понимаю, что есть, да, какие-то там непонятные ситуации. Какие-то есть где-то, возможно, не узнают. Вот, возможно, где-то там человек должен себя нормально показать для того, чтобы к нему хорошо относились. Да, но когда покажешь, там уже вопросов никаких не бывает. То есть там уже как бы ты уже... Ну, вот, хуже на себя испытали, да, вот, показали себе. Там уже не бывает никаких. Это тоже как бы опыт. Но надо показывать. Но эти ребята ведь граждане как бы Российской Федерации, да. Да, да. То есть тут проблем-то быть не должно. Ну, тогда странно, да, странно. Ну, вот, к сожалению, бывает. Но я, конечно, тоже тогда согласился. Действительно, а как меня дети будут называть по имени-отчеству? Да, это была реальная проблема. Ну, ладно, это дела минувшие дни. Сейчас-то всё хорошо. Сейчас, слава богу, да. Даже Володя разрешает с ним быть в предыдущем передаче. Узнают, советуются, обращаются за помощью, за поддержкой. Я напомню, что мы сегодня в программе «Союз не рушим» мы говорим о роли журналистов в укреплении межнациональных отношений. Вот у нас конкретный пример. Кстати, у нас оператор в студии присутствует. Это всё у нас под запись. Да, да, да. Под видеозапись. Под видео записи. Под видео записи. Здесь, да. Можете на него посмотреть. Но он в камеру, наверное, не попадает нашу, в интернете его не будет. Сейчас небольшая пауза, и мы скоро продолжим. Продолжается программа «Союз не рушимый». Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. И наши гости сегодня. Шабнам Ханым, журналистка телеканала «Дунья ТВ», ведущая программы «Ватаным Азербайджан». Роксана Бабаева. Да. Главный редактор журнала «Айкиров.ру». И Эльнур Гусейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан». Член общественной палаты Кировской области. Добрый день всем. Вот сейчас Эльнур заговорил о том, возможно, этот опыт стоит использовать в Азербайджане, да, то есть рассказывать о жизни нашего города, вот именно в Баку, в том числе, да. Мы, Роксану, хотели поинтересоваться, насколько это осуществимо, насколько это полезно будет. Это, конечно, полезно. Вот мне как раз для уточнения хотелось задать вопрос нашей гости. Как раз вот по какому принципу происходила выборка городов? Почему именно Санкт-Петербург? Почему именно Ижевск? Почему именно Киров? Может быть, потому что там самая активная диаспора или в чем? В чем? Шабнам, бушаереры не дезечердят? Киров, Ижевск, Санкт-Петербург. Орда, bizim ищедамлары фаалитетлидые, вя, хоть не джурсис, сечмисис бушаерлари. Да, очень много городов и регионов. Мы практически будем пытаться все регионы как бы осветить. Прямо мне предоставить его везде. Во-первых, мы здесь очень активно работали мы здесь, во всех регионах. Мы приехали, участвовали в мероприятиях и так выбирали эти города, где какие мероприятия проходят. Большое внимание обращаем туда, где больше стараются сохранить традиции, обычные и культуры, собственно говоря, азербайджанского народа. Я хочу сказать, что, например, в Азербайджане Руси-Профонсал кисляху сохраняется. И в Азербайджане мы точно так же относимся, но уже к русской культуре, соответственно, это бережно. И вот Русскую Православную Церковь берегут в Азербайджане. Сколько в процентном соотношении православных в Азербайджане? Там практически есть католическая церковь, но там практически большинство православное. Есть еще старая обрядция, правда, но это я уже говорю вам, как знаю. Я хочу сказать, что Россия Федерации в Азербайджане, образовательные и культурные отношения в Азербайджане, Азербайджан генцериня ролью очень большую ролью. И роль азербайджансов для того, чтобы сохранить образовательные и культурные связи между Россией, очень большую роль имеют в Азербайджансы? И, кроме того, я хочу сказать, что, муаривлендирицы и маденов в азербайджане в Азербайджане, И, культурные и культурные отношения в Азербайджане, в Азербайджане и Россию. И, культурные отношения в Азербайджане. И, культурные отношения в Азербайджане, мы два очень близких, добрых народа, российский и азербайджанский народ. И, культурные отношения в Азербайджане, президент Илхам Алиев, В 2008 году Илхам Алиев сделал все, чтобы открыть своим указом филиал Московского государственного университета в Баку. И, культурные отношения в Азербайджане, в 2015 году открыт филиал Московского государственного медицинского университета в Баку. Простите, может, неожиданный вопрос задам? Мы так много уже упоминали у предыдущего и нынешнего президента Азербайджана. И, культурные отношения в Азербайджане, мы с вами знакомы с президентом. Мы очень любим своего президента. Я присутствую на мероприятиях, которые проводит непосредственно президент, и мы там присутствуем. Ваш чахснен. Салам алейкум, ты миссис президента. Я спросил, а лично, вот, здравствуйте, господин президент, говорит. Она говорит, нет, я еще не говорил. Есть такой желание? Стир сам белябершеволсен. Поздороваться. Конечно, мне это было большой честь. Потому что, в основном, Азербайджан очень многое делали и сильную политику проводит для развития Азербайджана. И, как вы знаете, особенно последние годы Азербайджан развивается очень стремительными темпами. Вы помните, что у нас проходил Евровидение Азербайджана. В 2015-м году Европейские игры первые проходили, где было больше 10 тысяч атлетов из 50 стран. Азербайджан. Азербайджан. Потом недавно прошли 4-й Исламские игры в Азербайджане. Исламские игры, простите, это странные участники, исповедующие Ислам. Ислам, да, да. Но это тоже спортивный. Да, это спортивный, но типа Олимпиада Исламские игры. И теперь у Азербайджана почти со всеми странами дружеские отношения. И Азербайджан любит другие страны. И это заслуга и политика президента Ихам Алиева. Азербайджан халки гадим-тариха дайнахлы бир халкды. Ва, таби, ки, bizim ülкямизин чёх... Азербайджан очень древний история и... Ва, мисал, оларақ, мэн Пайтақт-Бакимыздан данышма искать. Я хотел бы рассказать о столице нашей, о Баку. Пайтақт-Бакимы... Времени просто у нас уже не слишком много. Вақтым из-бираза, да. Вопросы ещё хотелось бы задать. Пайтақт-Бакимыз чёхкадими шэхэрдир. Ва, бурада, Азербайджанın memарлық интелериндан olan Кыз-Каласы, Итари шэхэр, Ширваншалар, Сарайы... Жемчужины, Девча башня, дворец Ширваншалар. И керен кунахларың тегәтіні бұнан әләві. Кроме этого, вы можете увидеть башню, огненную... Как она называется? Crystal. Олимпийский сага. Ну и так далее. И так далее. Бакуи сейчас стал очень популярным направлением среди российских туристов. Отмечают рост туристические кампании. У нас в неоднократном студии звучала эта фраза «Хочешь посмотреть Европу, поезжай в Баку». За последний год у меня статистика прозвучала. Я слышал ее. Три-семь раз вырос поток из России в Азербайджан. Возвращаясь к вопросу освещения жизни в Кирове для тех, кто живет сейчас в Азербайджане. Ильнур, вот сейчас поток приезжающих в наш город, он есть из Азербайджана? На работу, жить? Есть там спрос на то, чтобы знать о жизни конкретной в Кирове? Да, я понял. Спрос есть. Только молодых кадров в принципе. Да, они приезжают здесь обучаться. Мы знаем, что у нас хороший университет медицинский. Знаем, что в опорный УОЗ и также Московская государственная юридическая академия. Вчера встречались. Вчера как раз мы там были на площадке академии. Есть потребность студентов, чтобы обучаться здесь, получить образование. А то, что там работающий, как бы класс, скажем, по классам если делить, такого нет, потому что сейчас уже отсюда, наоборот, уезжают в Азербайджан. Отсюда? Да. Почему? Потому что, во-первых, ужесточение законодательства, миграционной политики. Уже многие сюда переезжают, там, пять копеек зарабатывают. Хотя они, наоборот, еще должны, еще пять копеек сверху вложить. Еще должны остались. Да. Чтобы получить хотя бы некую документацию для того, чтобы быть легалом. Потому что им сейчас не выгодно. Ну да, это стоит сейчас дорого. Это сейчас им не выгодно, потому что я очень много моих знакомых и даже друзей, некоторые уехали отсюда, там, квартиры продали, бизнес был какой-то у них. Они уехали в Азербайджан, хорошо живут, там, нашли себя какой-то там уголочек, работают, зарабатывают копеечку. То, что там я с ним постоянно себя держу, он говорит, мы здесь могли зарабатывать, там, грубо говоря, в месяц 30 тысяч рублей. Расходы были такие. А тут мы на родине, зарабатываем 15 тысяч рублей, нам хватает за глаза. Ну там еще, как бы, там политика еще изменилась в том смысле, что Азербайджан открывает, во-первых, налоговую политику, очень серьезное внимание сейчас уделяют, они смягчают налоговую политику, то есть те, кто производством занимается, платят гораздо меньше, вот, и сейчас активно создаются зоны поддержки предпринимательства и бизнеса, прямо конкретные зоны, ну, свободные, типа, экономической зоны, вот. Это для отдельной помощи. Да, ну это для отдельной помощи. Можно разговаривать. У меня, наверное, последний вопрос. Просто ты спросил, я тебе, как бы, почему. Последний вопрос к нашей гости из Бакуш, Абнам Ханым. Скажите, вас уважают за вот эту передачу, за эти таки путевые заметки, записки по России. Вас любят, вас благодарят, вас благодарят, говорят, спасибо, что вы действительно делаете эту работу, освещаете жизнь в России. Азербайджан, да. Конечно, наши земляки нас очень поддерживают. Азербайджан, да. Азербайджан, да. Азербайджан очень поддерживают. Нашему народу очень приятно. Во-первых, мы образовательная эта передача. Мы рассказываем о местах, где мы бываем, да, о культуре, о традиции, обычных. И наша передача мостик между двумя народами. И мы и про кухню, и кроме традиций. Ну, это уже союз нерушимый. Да, да, это уже союз нерушимый. Еще один союз нерушимый, но теперь в Баку. Бобзим. Уже международный взор. Нам пора завершать сегодняшнюю программу союз нерушимый. Еще раз говорю спасибо всем присутствующим, нашим очаровательным гостям. Шабнам Ханым, Роксана Бабаева, Эльнур Гусеинов, Азис Агаев. И Владимир Сметанин. Всего доброго. До встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова